Подруги, привет! И добро пожаловать на мой канал! Сегодня тема нашего видео это мое восстановление и мое тело после родов. Прошло больше полугода, а точнее 7 месяцев после того, как я родила этого прекрасного человека. Родился он без 10 грамм 4 килограмма, достаточно тяжелый, 56 сантиметров и достаточно длинный. И продолжает на самом деле мой котенок расти. На сегодняшний день в свои 7 месяцев он весит 8 килограмм и 600 грамм и достиг уже 72 сантиметров. Все наши показатели немного больше нормы и в общем-то растет у меня здоровый классный малыш. Ну а что касается моего тела к 7 месяцам, что же изменилось и как я восстановилась, ну или не совсем. Значит первое, о чем наверное конечно же нужно говорить, это мой вес и мое тело, моя кожа после беременности и после родов. Для тех, кто не смотрел мой видеоролик с прошлым отчетом, я оставлю линк в описании этого видео. Обязательно сначала посмотрите тот выпуск и потом возвращайтесь сюда. Ну а на сегодняшний день, значит после моей беременности, во время которой я набрала 30 килограмм, лишнего веса во мне осталось ровно 10 килограмм. Ну или точнее 11, потому как моя золотая цель возврата веса это 55 килограмм. Сегодня 66. Честно признаюсь, набрала 2 килограмма за последние недели, потому как мама ела много всякого вкусненького и не сильно-то здоровенького. Что касается живота, мышц, ног и так далее. Живот конечно же не в тонусе, ровно так же как и все остальное у меня до сих пор не в тонусе. То есть живот у меня достаточно такой большой, от предыдущей моей былой талии в 60 сантиметров не осталось ровным счетом ничего. Покажу вам свою красоту. Собственно мой живот выглядит вот в моих джинсах так. В джинсы я влажу, эти джинсы я носила, когда я как раз таки была 55 килограмм, но с такой только разницей, что эти джинсы были как бойфренды, достаточно такие свободненькие. Сейчас они вот прям в пору, но, как сказать, ну в общем комфортно они сидят, мне в них очень удобно. В ногах ровно так же, но я понимаю, что живот, если его сильно расслабить, вот так он выглядит. То есть здесь все лишнее, здесь все много и сама талия, она конечно же ужасная. Здесь как бы если правильный свет светит и напрячься, вроде бы что-то тут проглядывается, но поверьте мне, это просто тень от жира. Это мне кажется слои жира плавают по моему животу. Также в прошлом своем отчете своего тела я говорила о том, что у меня нет диастаза. На самом деле этот диастаз есть. Просто мои мышцы, очевидно, к тому времени были не сильно, скажем так, вернувшиеся в какой-то тонус, чтобы их хорошенечко так напрячь. И сейчас, когда я ложусь на пол, на твердую поверхность, напрягаю свой живот, приподнимаясь корпусом, лопатками чуть-чуть наверх. И если я вот сюда вставляю здесь вот ровно посередине полоска от пупка вверх и от пупка вниз, и вот так вот если вставляю я ладонь, то я могу спокойненько вставить целый палец. Это, конечно, не беда. Эта вся история может быть, во-первых, физиологическим диастазом, который год после родов должен пройти, либо такой диастаз можно убрать, значит, тренировкой. Если кто не знает, что такое диастаз, значит, у нас здесь есть мышцы, которые держат наш живот или же наш пресс. Когда женщина рожает, вот эти мышцы, которые изначально вот так вот вместе, они расходятся. И, собственно, в зависимости от того, насколько далеко друг от друга расходятся эти мышцы, и зависит уровень диастаза. Если они расходятся всего там на сантиметр или два, то это все дело можно прекрасно вернуть обратно при помощи тренировок. Если эти мышцы расходятся на больше, чем там 6, 7, 8, 11, то, ну, к сожалению, такой диастаз можно исправить только при помощи операции, когда хирургическим способом вмешивается доктор, и все это дело обратно стягивает. Иначе, к сожалению, никак. Так вот, у меня сейчас целый палец, причем этот палец, он и сверху, и снизу. Поэтому, не знаю, пока еще буду ждать год после моих родов, ну, и, конечно же, в помощь нам упражнения для того, чтобы решить эту проблему. Также на животе у меня нет никаких растяжек, за это спасибо моей генетике. Что касается всего остального, ноги. На ногах у меня ухудшается варикоз. Если во время беременности этот варикоз был просто такая голубенькая, проступала вена, она была не выпуклой, просто она была видна с точки зрения цвета. А то сейчас эти голубые вены, они проступают, в принципе, наверное, по обеим внутренним сторонам бедра и немного по голени. Пока что смотрится, конечно, это все, ну, так себе терпимо, ничего страшного. И, в принципе, даже с точки зрения здоровья я понимаю, что ничего критического тут не происходит. Но с этим делом разбираться обязательно нужно. Я знаю, что рано или поздно мне придется пойти на консультацию, осмотр к своему мужу, чтобы он также мне прооперировал мои вены и мой варикоз. Если говорить также про вены, варикоз и все, что связано с сосудами, этажом ниже, там, где, собственно, у нас геморрой, там дела тоже обстоят не сильно-то шибко. Это все прекрасное чудо до сих пор там есть, никуда не собирается уходить. И я предполагаю, что также мне придется отправиться к фрактологу для того, чтобы лечить эту всю историю. Потому что после беременности она сама по себе не прошла. Дальше кожа, волосы. Волосы мои перестали сыпаться, слава богу. Есть еще небольшое выпадение волос. Но если сравнить с тем, что было, например, месяц назад, когда у меня волосы ежедневно выпадали просто клоками, и я была в ужасе и в шоке, то сейчас, слава богу, это все дело само по себе угомонилось, остановилось. И все, больше волосы так сильно не выпадают. Поэтому, девчули, если у вас выпадают волосы после родов, и в какие-то моменты это действительно смотрится страшно, и такое ощущение, что ты останешься вот вообще без волос, не переживайте, не психуйте. Поверьте мне, само по себе это все дело остановится и уйдет. Я думаю, что витамины, конечно же, могут помочь. Я пила свои пренатальные, просто продолжала. Но в то же самое время, как правило, это уходит само по себе. Ровно так же, как и боли в суставах. На сегодняшний день они немного угомонились. Все, если помните, началось с моего рассказа о моей стопе, которая просто непонятно, с какого перепугу отекла и начала очень сильно болеть в суставе стопы. То сейчас боль прошла, отек тоже уменьшился. Боли в суставах также, вот здесь в кистях, в районе большого пальца, они, но также стали немного меньше. Не знаю, с одной стороны, мне иногда кажется, что я просто привыкла, но с другой стороны, мне правда кажется, что эти боли потихонечку-потихонечку все-таки утихают. Здесь, конечно же, может помочь осмотру врача, проверить, нет ли артрита. Можно также пить кальций и витамин D. С грудным молоком весь кальций из своего организма вымывается, вытягивается и отправляется к малышу, да к малышу в молочко. Поэтому маме, конечно же, нужна помощь в этом вопросе. Кожа. Что же с моим лицом? На самом деле, вот эта вся пигментация, мой беременный шлем, он уменьшается, несмотря на то, что он до сих пор здесь у меня есть. И также какая-то пигментация еще на скулах осталась, но все это дело потихонечку-потихонечку также уходит и уменьшается. Не знаю, может быть, помог мне мой витамин С, гликолевая кислота и пилинги. В ближайшее время мне нужно будет подсобраться и обратиться к косметологу для того, чтобы наладить все это дело. И также, если говорить про косметологию, естественно, я очень-очень-очень в ближайшем будущем хочу вернуться к инъекциям. То есть это мезотерапия, это ботокс для того, чтобы решить вопрос с моими морщинами на лбу, вокруг глаз, в принципе, всего моего лица. После беременности, родов и, конечно же, грудного вскармливания вся эта ситуация с лицом, она ужасная-ужасная. Разницу я вижу прям, ну, драматичную. Поэтому очень сильно хочу как можно быстрее вернуться к этим, ко всем процедурам. Но единственное, что, понятное дело, останавливает весь этот процесс, это, конечно же, грудное вскармливание. То есть это сцеживание молока, которое, между прочим, мы потихонечку сворачиваем. Сворачиваем, понятное дело, сразу говорю, не по этой причине. Для тех, кто будет цепляться за мои слова и будет цепляться, в принципе, за текст, пожалуйста, даже не старайтесь. Сразу говорю, грудное вскармливание я сворачиваю не по этой причине. Я не идиотка. Тему закрываем и одно с другим не связываем. Так вот, грудное вскармливание. Я его потихонечку уже сворачиваю просто потому, что малыш мой растет. Уже у нас идет восьмой месяц. Мы ввели прикорм. Два кормления в ближайшее время я планирую заменить на прикорм. Также он, естественно, питается смесью и моим сцеживанием грудным молоком. И в силу того, что малыш сейчас спит по ночам, он спит целую ночь, я уже об этом рассказывала не раз в разных своих выпусках, то, естественно, и мои сцеживания стали намного-намного реже. И также мой организм, наверное, уже готов к тому, чтобы прекратить всю эту историю. И молока стало в разы меньше. Плюс ко всему вернулся мой цикл. То есть месячный... Привет! Я по вам скучала, а точнее я по вам вообще не скучала. В общем-то, возобновился мой цикл. Что у нас по месячным? Конечно же, нужно подождать несколько месяцев для того, чтобы вырисовался какой-то паттерн. Но по первому своему циклу я уже понимаю, что они абсолютно безболезненные. То есть у меня нет никаких предвестников, просто они начались и все. Если раньше мои месячные были 4 дня и один всего лишь день достаточно обильный поток, то сейчас это 7-8 дней. И поток такой, что, извините, мне нужно пользоваться самыми-самыми большими тампонами и вместе с ними использовать ночные прокладки. И протекаю я, извините, через полчаса. Я очень надеюсь, что это временная история, пока все возобновится, встанет на места и стабилизируется. Но тем не менее, вот по первому своему циклу я понимаю, что это было совсем-совсем не весело. И я, конечно же, мечтаю о том, что все это дело вернется к 4 дням вместо 7-8. Но это, в общем-то, наверное, самые-самые главные изменения и восстановление моего тела после родов. В своих предыдущих выпусках не раз вам говорила уже о том, что начну заниматься спортом. Буду приводить себя в порядок и буду для вас также снимать эти тренировки, найду тренера и возьму быка за рога. Но по разным причинам этого до сих пор не произошло. Первая причина заключается в том, что я вообще не мобильна. У нас пока с мужем одна машина на двоих, и, как правило, он ее забирает для того, чтобы отправляться на работу. Следовательно, у меня нет возможности ходить в спортзалы с малышом, поэтому мне нужен тренер, который будет со мной заниматься в домашних условиях. И не поверите, я такого тренера нашла. Есть прекрасный тренер Екатерина Игнатова в Санкт-Петербурге, которая разработала свою методику. Это трехнедельный марафон, когда ты можешь заниматься по ее программе дома при минимальном наборе инвентаря. Ну и, собственно, также она регулирует твой рацион и работает с тобой с точки зрения психологии. То есть для того, чтобы наладить мозг, наладить твое восприятие своего тела, наладить восприятие рациона, еды, пищи и так далее, и так далее. В общем, она любезно согласилась со мной поработать. Я буду для вас снимать в ближайшее время, как только начнется этот марафон, выпуски как раз-таки с этими тренировками. И буду рассказывать, как мои дела именно в этом вопросе. Первый выпуск, конечно же, будет включать в себя все замеры моего тела. Сделаю фотографии до, и потом уже приступлю к, собственно, тренировкам, изменениям рациона и к лекциям по психологии. Спустя три недели и три выпуска будем смотреть, что у нас получится, будет ли результат. О, не знаю, девчонки, хватит ли у меня сил и терпения, и, в принципе, моего какого-то, я не знаю, настроя. Но не зря я вам толдычу здесь о том, что буду заниматься, в инстаграме. Собственно, для того, чтобы вы уже потом меня, опять же, привлекли за все мои обещания, и у меня не было возможности улизнуть и эту лавочку свернуть. В общем, раз обещала, придется заниматься. Ну и, в конце концов, для себя, конечно же, я понимаю, что, черт возьми, 7 месяцев уже прошло, хватит уже гундеть, давай занимайся и приводи свое тело в порядок. Потому что сама будет приятно, влезу в свою любимую одежду, ну и, в конце концов, конечно же, моему мужу намного более приятно смотреть на красивую женщину, а не вот на расплывшееся такое явление. Ожидайте на моем канале выпуск с нашими тренировками, надеюсь, получится дельно. Ну, а если хотите, давайте вместе со мной пишите мне, где вы занимаетесь, какие у вас тренера, какие у вас программы, и, в общем, как у вас обстоят дела в целом с вашим восстановлением после ваших родов. Расскажите мне в комментариях, мне будет очень-очень интересно почитать, что у вас с животами, с диастазами, с циклом вскармливания, ну и, в общем, в принципе, как ваши дела и как вы восстанавливаетесь после ваших родов. Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. Если вам понравился этот выпуск, ставьте нам обязательно лайки, подписывайтесь на наш канал, это будет большой-большой поддержкой для нас с малышом, потому как по росту подписчиков мы также понимаем, что движемся в правильном направлении, наш канал развивается, и, в общем-то, вся эта огромная работа, которую мы еженедельно проделываем, она, собственно, не зря. Ну, на этом мы сегодня с вами прощаемся, желаем доброго дня и желаем вам приятного и успешного восстановления после родов. На этом сегодня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok